Привет, зритель! Сегодня у нас очередная история из сети. Моя свекровь, Вероника Ивановна, совершенно не выглядит на свои 55 лет. Симпатичная, улыбчивая, с ясными глазами и звонким голосом. Она всегда носит модную шляпку, а не платочек. Даже в магазин отправляется на каблуках. А ее вкусу могут позавидовать молодые. Однажды, когда дочка Соня еще ходила в младшую группу, Вероника Ивановна заявила, что собралась с подругами на турбазу за город сплавляться на байдарках. Там такие скидки, что грех не воспользоваться, добавила свекровь. Вот я решила пару дней провести на свежем воздухе. Это при том, что бабуля наша никогда не занималась этим. Но ее оптимизм поражал. Что такого? Научусь, какие мои годы! По приезду она продемонстрировала видео, где они с подругами лихо преодолевали довольно сильное течение. Представляете, один раз перевернулись вместе с грузом, перепугались, а потом хохотали весь вечер. Через месяц она заявила нам, буду ходить на бальные танцы, три раза в неделю по полтора часа, потом сауна и бассейн, так что раньше девяти не ждите. Чтобы не терять времени в общественном транспорте, Вероника Ивановна купила поддержанный автомобиль и быстро разобралась в тонкостях вождения. Даже муж чесал затылок, наблюдая, как мама отчаянно лихачила на дороге, умудряясь ничего не нарушать. При этом в салоне всегда громко играла ее любимая музыка. В Сонькиных шесть лет свекровь повела ребенка в настоящий поход, с палатками, песнями под гитару. Соня светилась от счастья, когда приехала домой. Да так, что мы были готовы все простить Веронике Ивановне и отсутствие сотовой связи в глухомане, где они были и наших два тревожных дня и бессонных ночи. Катя, а скажи, зачем ты тратишь столько времени на все эти борщи, рулеты и запеканки? Однажды спросила свекровь. Ну как же, разнообразие, семью кормить надо? Надо, но время тратить жалко. Смотри, бульон можно подать как самостоятельное блюдо с вареным яйцом и зеленью, а мясо на второе с салатом из капусты. Я промолчала. Всегда все свободное время проводила у плиты. Пекла, варила, жарила. Иди отдохни, к мясу я сварю гречку. Идет? На тебе лица что-то сегодня нет. С того дня, следуя советам свекрови, я потихоньку прекратила убиваться на кухне. Однажды у меня поднялась температура. Как раз нужно было срочно готовить ужин. Свекровь отреагировала быстро. Оделась и сбегала в местную кулинарию. Потом разогрела вкусные пироги и готовый плов. Сегодня у нас узбекский ужин, радостно объявила она. Однажды, когда дочь рассказывала о бабушке-подружке, которая то вяжет носки, то печет пироги целыми днями, я спросила. Соня, ты хотела бы поменять свою бабушку Веронику на бабушку-подруги? Нет, протянула дочка. Ни за что. Такой бабушки нет ни у кого. Знаешь, что она мне вчера предложила? Купить две пары роликовых коньков. Мне и себе. Как думаешь, мам, мы научимся кататься? Насчет тебя не знаю. А вот в бабушке я уверена. Подмигнула я Соня. Что тут скажешь? Права таки поговорка. Женщине столько лет, насколько она себя чувствует. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании. Странички в инстаграм и фейсбук.